Привет, ребята! Опять у меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы заканчиваем пока разбирать новые песни из альбома Алена Швец, Королева Отстоя. Последнюю на данный момент разберем песню «Курение убивает». Очень много писали в комментариях, как ее разбирать, как ее играть. Мне пришлось приложить все свои музыкальные умения, таланты и все свое образование, которое я чуть-чуть учил, что ли, чтобы подобрать нормальные аккорды, чтобы она действительно нормально звучала. Смотреть, конечно же, все сикость-накость, нормально, ничего не сделано, все приходится делать самой. Тем более я к этой песне самостоятельно как-то умудрилась подобрать вступление. Вау-вау, крут, классно! Поэтому сегодня все научу тебя играть. Ну а перед началом этого ролика я напоминаю тебе, дорогой мой дружок-пирожок, что у меня есть цель на год собрать 100 тысяч подписчиков. Ты помнишь об этом? Ну а если ты впервые на моем канале, то обязательно подписывайся. Очень много крутых разборов в теории и есть много разборов на Алену Швец. Между прочим, есть целый даже плейлист, вот где-то он сейчас тут появился. Обязательно потом посмотри. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как она у тебя будет выглядеть. Снова я выгляжу плохо, как будто бы сдохла еще вчера. Кладешь свои руки к моей зажигалке, хоть чтоб я подожла. Ты кашляшь блесками ради тебя, обойду всех районных врачей. Скажите мне, что с моим мальчиком, как же мне снова ему поверить? Флюорография покажет чистый лист. Скажи, откуда в легких бабочки взялись? Курение убивает, ты поджигаешь вторую. Я помогла тебе выжить, но ты любился другую. Курение убивает, ты поджигаешь вторую. Я помогла тебе выжить, но ты, но ты, но ты, но ты. Погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И для этой песни тебе понадобится каподастер, который мы поставим на второй лад. Разберем сначала вступление, потом уже аккорды, бой и тарым-пым-пым. Вы это вступление можете как играть, как не играть, но моя самая главная цель это же показать. Поэтому можете играть или самостоятельно это вступление, или прямо от начала до конца, как я вам покажу. Мы сначала играем третью струну, зажатую на четвертом ладу. Когда мы ставим каподастеру, то каподастер у нас считается как нулевой лад, и мы от него считаем 1, 2, 3, 4 и так далее. Получается третья струна, четвертый лад. Далее мы зажимаем на первой струне третий лад. Второй. И открытая струна, ничего не зажимаем. Получается... Далее зажимаем вторую струну на третьем ладу. Далее открытая струна. Далее зажимаем ее на первом ладу. Снова на третьем. Опять на первом. И открытая. Получается... Еще раз. И вот этот вот кусочек мы повторяем четыре раза подряд. Такое у нас с вами будет вступление. Теперь, что касаемо А-аккордов. Аккорды у нас тут базовые. Единственное, они меняются в куплете, в припеве местами, но об этом чуть позже. Первый аккорд, аккорд Е-М. Давайте покажу без каподастера. Потом от каподастера все это посчитаем. Мы зажимаем первую струну на втором ладу. Далее вторую струну на третьем ладу. И третью струну на четвертом ладу. Получается вот такая лесенка. Далее мы зажимаем аккорд G. Нам нужно зажать первую и третью струну на втором ладу. А вторую струну на третьем. Третий аккорд, аккорд D. Мы зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. Четвертый аккорд, аккорд B. Мы зажимаем баре на втором ладу. Вообще, что такое баре? Как его правильно зажимать? У меня есть целый ролик на канале. Обязательно его посмотри. Далее играем третью струну на третьем ладу. И четвертую струну на четвертом. И у нас еще будет с вами один аккорд С, который мы добавим в переходе и в припеве. Мы его зажимаем на первой стерне, на третьем ладу. Вместе. Е, М, Джи, Д, Б, И, С. Теперь как же все играть от каподастра? Все очень просто. Берем каподастра, ставим на второй лад. Отсчитываем. Раз, два, три, четыре. И, соответственно, получается Б, М, Джи, Д, Б, И, С. Теперь какая же последовательность этих аккордов в куплете, в переходе и в припеве? В куплете у нас будет звучать Е, М, Джи, Д, Б. Чтобы вам было легче и удобно, я могу вам сказать небольшой лайфхак. Играйте аккорды не через три пальца, как мы обычно привыкли делать, а через баррель. Вам будет легче потом перейти на аккорд Б. То есть у вас уже есть баррель, вы просто достроили вот эти два пальца, поставили, и все у вас круто звучит, чем вы будете делать какие-то неудобные махинации. В куплете, да? Е, М, Джи, Д, Б. В переходе Е, М, Б, С, Д. А в припеве Е, М, С, Джи, Б. Теперь как, что, где играется? Тут тоже все очень просто. Мы будем играть куплеты переборчиком по другому арпеджию, что это такое. У меня тоже целый видос на канале. Так вот, для Е, М и Джи у нас с вами будет рисунок перебора следующий. Третья струна и вторая и первая струна вместе. Получается? Для аккорда Д и Б мы будем играть четвертую струну и третью и вторую струну вместе. Получается? Да, и тут. Как ужасно звучит. Кому сложно вот эти вот разограничения на какой аккорд, что где меняется, можете просто играть четвертую струну и три, два, один вместе. Это будет не совсем то, что нам нужно, не совсем то, что было по оригиналу, но как можем, так играем. Как, что, играть на какой аккорд, сколько раз вот это все? На аккорд Е, М и Д мы с вами будем играть вот эти рисунки по три раза, а на аккорд Джи и Б мы будем играть его по одному разу. Получается, как это будет выглядеть у тебя? Раз, два, три. Раз, раз, два, три. Раз, еще раз. Раз, два, три. Раз, раз, два, три. Раз, раз. Теперь спиним. Снова я выгляжу плохо, как будто бы сдохла еще вчера. Кладешь свои руки к моей зажигалке и хочешь, чтоб я подожгла. Ты кашляешь блесками, ради тебя обойду всех районных врачей. Скажите мне, что с моим мальчиком, как мне снова ему поверить? Теперь, в переходе, там буквально две строчки, тут же мы просто играем один удар вниз на каждый аккорд, и получается. Плюрография покажет чистый лист, скажи, откуда в легких бабочки взялись. Давайте присоединим куплет и переход. Снова я выгляжу плохо, как будто бы сдохла еще вчера. Кладешь свои руки к моей зажигалке и хочешь, чтоб я подожгла. Ты кашляешь блесками, ради тебя обойду всех районных врачей. Скажите мне, что с моим мальчиком, как мне снова ему поверить? Плюрография покажет чистый лист, скажи, откуда в легких бабочки взялись. Ну, а далее у нас с вами идет, конечно же, припев. В припеве у нас с вами будет бой. Бой следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Причем мы этот бой будем делить на два аккорда. И получается на первый аккорд вниз, вниз. На второй доигрываем вверх, вверх, вниз, вниз. Получается на ЕМ, вниз, вниз, на С, вверх, вверх, вниз, вниз. Потом на Джи, вниз, вниз, на Б, вверх, вверх, вниз, вниз. Теперь спеним. Поджигаешь вторую, я помогла тебе выжить. Но ты влюбился в другую, курение убивая. Ты поджигаешь вторую, я помогла тебе выжить. Но ты, но ты, но ты, но ты, но ты. Далее у нас с вами идет второй куплет. Также играем его, как и первый. Получается. Я помню дождливое лето, гараж, посиделки, закроем дверь. Друг другу хватало без всех сигарет. Что же с нами случилось теперь? Ты куришь и врешь, не даешь говорить. Выдыхая без фильтра, ложь. Но в сердце моем выжигал свое имя, фразу брошу кожу. Клюрография покажет чистый лист. Скажи, откуда в легких бабочки взялись. И далее опять припев, который мы уже знаем. Три, четыре и. Курение убивает. Ты поджигаешь вторую, я помогла тебе выжить. Но ты влюбился в другую, курение убивает. Ты помогла тебе выжить. Но ты, но ты. И у нас с вами далее есть финал, где мы просто повторяем первые четыре строчки припева. Единственное, мы теперь играем это не боем, а два раза удара вниз на каждый аккорд. Там просто идет как бы замедление. Сейчас я тебе продемонстрирую, ты понимаешь, о чем я говорю. Получается. Курение убивает. Ты поджигаешь вторую, я помогла тебе выжить. Но ты, но ты. Вот и весь разбор этой песни. Парам-па-па, парапапа. Если тебе понравился этот видосик, то обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Ну а если ты хочешь мне показать все свои умения, таланты и навыки на Укулили, то все очень просто. Берешь любую песню или мелодию с моих разборов, выучиваешь их, выкладываешь их себе в Инстаграм. И самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя увидела, заметила и дала обратную связь. Ну а для всех тех, кто хочет поддерживать все мои труды и старания своей копеечкой, то вы можете абсолютно любую сумму задать, если мне надо на таланты, или же подписаться на меня на Boosty. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клевые нишники и весь раздачный материал. Но меня по-прежнему зовут Даря. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok